Нарушенная психика дорога к власти в Великобритании. Почему психопатов собирались поставить у руля и какие разумные аргументы для этого нашлись? Светлана Чернецкая из Лондона. Эти сенсационные документы более 30 лет были под грифом «Топ секрет», но сегодня благодаря Национальному архиву Великобритании стали достоянием общественности. Речь об операции Министерства внутренних дел страны в 1982-м. Ведомство отрабатывало варианты жизни после ядерной атаки. Так вот, один из них заключался в передаче власти психически больным людям. Автором такой во всех смыслах безумной идеи была научная сотрудница МВД Джейн Хогг. И аргументировала она свои предложения так, мол, психопаты исключительно хорошо проявляют себя в кризисных ситуациях, действуют умно и последовательно, а кроме всего прочего, не испытывают чувства к другим и не ограничены моральным кодексом. Правда, 30 лет назад ее начальство усомнилось во вменяемости идеи с привлечением душевнобольных к управлению постапокалиптической страной. В любом случае, посмотреть на это предложение в действии не пришлось. Армагеддон так и не наступил. Кстати, эта мысль хорошо развита во многих постапокалиптических фильмах, где именно психи руководят выжившими. Светлана Чернецкая и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Светлана Чернецкая и Сергей Дубинин.